И мы понимаем, что в действительности происходит на Донбассе. Мы видим по факту сейчас более 100 тысяч человек, огромная армия украинской вооруженной силы развернута против Донбасса, туда прибывают войска, туда прибывает вооружение, сотни тонн вооружения поставляются европейскими и другими Соединенными Штатами, европейскими странами. Доставляется сейчас украинская армия. Тысячи военнослужащих НАТО готовят эту армию. Представители спецслужб работают. И мы видим, что, собственно говоря, происходит. Даже когда мы опрашивали жертв украинских пыток, они нам давали показания, что начиная с какого-то момента массово стали использовать украинские спецслужбы вот эту американскую пытку с помощью утопления. Так сказать, американский такой рецепт. Мы видим, собственно говоря, как работает вот эта подготовка. Если брать 14-15 годы, мы видим, как украинская армия развернула наступление против Донбасса. Мы видим, как все это время происходили обстрелы. И, конечно, мы понимаем, чего опасается население Донбасса. Им есть чего опасаться. И проведу еще одни параллели. И вспомним свое время о нападении Саакашвили, то есть Грузии, на Южную Осетию. И точно так же тогда многие журналисты и западные журналисты говорили, что есть большая Россия, небольшая Грузия, и Саакашвили никогда не нападет по этому. Но как раз нападение было. И первое, что было сделано, это убийство российских миротворцев, нападение на них. А затем, естественно, они уже продвинулись в Южную Осетию и захватили с Хинвалом. Удалось это сделать. Потом уже они были выбиты во время миротворческой российской операции. Почему это сделал тогда Саакашвили? Ну, наверное, история рано или поздно это расскажет. Но мы знаем, что перед этим нападением были визиты высокопоставленных американских лиц. И именно после этих визитов и переговоров было нападение со стороны Саакашвили. Мы можем только предположить, что, вероятно, американцы дали ему какие-то гарантии, что Россия не будет вмешиваться. Мы вполне можем предположить, что то же самое сейчас происходит на Украине. И то же самое происходит сейчас на Донбассе. Когда украинцам говорят, что Россия испугается, она не будет вмешиваться. И еще, наверное, еще одно важное сообщение, еще одна важная мысль. Я не думаю, что президент Зеленский полностью контролирует ситуацию в вооруженных силах. Я думаю, что это такая марионеточная фигура. Да, управляют на самом деле другие люди. И мы прекрасно понимаем, что входящие в состав украинских вооруженных сил, национальной гвардии, подразделения из этих вот АЗОВ, правый сектор, ну и большой перечень, собственно говоря, батальоны, различные батальоны, так называемые, вот эти эскадроны смерти, они фактически не подчиняются Зеленскому. Это сторонники, открытые сторонники с российскими взглядами. Это открытые сторонники нацистов. И, конечно, вот это наступление, причем их довольно-таки много. У них есть вооружение, это тысячи людей. И именно эти группы, вот эти вот парамилитарные образования, они могут начать наступление на Донбассе. И, конечно, это не может нас в этом плане не волновать. И, конечно, не может не волновать сам Донбасс. Сотни тысяч едут в Россию, потому что они прекрасно знают, чем вот это наступление может закончиться. Донбассе